Уроки по изучению Библии Один из самых замечательных текстов, где говорится о пребывании в Иисусе, это прочитанные только что нами слова. Он передает часть разговора нашего Господа со своими апостолами в четверг вечером, накануне распятия. Когда Он утешал их, убеждая не бояться мрачного будущего, маячащего впереди, Он призывал их оставаться в Нем. В Нем, значит, в тех учениях, которые Он преподал им, в той сфере жизни, которую Он принес им, в атмосфере той любви, которая была между Ним и ими, и в той силе, которую только Он мог им дать. Это ободрение Иисус произнес сразу после метафоры с виноградной лозой и ветвями, записанной в первых пяти стихах этой главы. Тогда Он сказал апостолам, «Прибудьте во Мне, и Я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне». Как никакая ветвь не может принести плод без лозы, так и апостолы не будут иметь никакой духовной жизни без Христа. Ибо Отец – виноградарь, в чьем ведении находится виноградник, Иисус – это сама лоза, а Его апостолы и ученики – это ветви. Косвенно можно сделать вывод, что Святой Дух ведет нас, чтобы мы могли стать ветвями. Далее в отрывке Иисус как будто перечисляет причины, почему апостолы должны были быть верны Ему. Вот почему, по сути говорит Он, вы не должны позволять никому, никаким обстоятельствам, никакой трагедии помешать вам пребывать во Мне. Какими бы яростными ни были волны противодействия, держитесь за Меня и живите во Мне. Высказанные Иисусом причины, почему нужно пребывать в Нем, актуальны и для нас. Что же Иисус сказал? Прочитаем седьмой стих еще раз. «Если прибудете во Мне, и слова Мои в вас прибудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам». «Прибывающие во Мне будут иметь привилегию молитвы», – говорит Иисус. «Лишь Тот может по-настоящему молиться, кто пребывает в Иисусе, ибо Он молится во имя и властью Иисуса с образом мысли Иисуса». Молитва – это привилегия тех, кто постоянно живет в заветных отношениях с Иисусом. Мы, христиане, пребываем или живем в Его словах. Наше повиновение Его словам поднимается на такой уровень, который можно охарактеризовать, как позволение Его словам пребывать в нас. Когда мы истинно послушны, мы становимся одним целым с учением Иисуса. Его слова наполняют наш разум настолько, что мы в буквальном смысле мыслим Его мыслями. Тем, кто пребывает в Нем, Иисус дает свою силу, власть и имя. «Все наши нужды и желания, – говорит Он, – Я передам Отцу». Такой чести Иисус удостаивает пребывающих в Нем, потому что Он всегда ищет лучшего для учеников, которые постоянно стремятся исполнять Его волю. Только в таком случае молитва к Отцу бывает действенной. В восьмом стихе мы читаем «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Итак, пребывающие во Мне, – говорит Иисус, – принесут много плода. Только Иисус дает нам духовную жизнь, божественную мудрость и истинное понимание, чтобы мы приносили плод, который приносит настоящий ученик. Слово «плод» по-гречески «карпос» – это общий термин, означающий всю здоровую и победную жизнь, которой живет ученик, исполняющий волю Бога и Христа. Пребывающее в Нем Слово отражается в Его жизни, действиях и словах. Если дерево бросить в огонь, то скоро огонь пробирается внутрь дерева, оно пылает и искрится энергией огня. Так и ученик Христа. Он живет в Иисусе, и Иисус живет в Нем. Все прекрасные аспекты жизни и сердца Христа, вошедшие в ученика, текут через Него, когда Он выполняет миссию Христа в мире. В стихе 8 также сказано «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода». «Прибывающие во Мне, – говорит Господь, – принося плод, прославят этим Отца». Бог прославляется, когда осуществляется Его замысел, ради которого Он послал Своего Сына в этот мир. Однако актуализировать и реализовать этот замысел можно только, когда ученик входит в Иисуса и следует за Ним, думая так, как думал Он, и демонстрируя Его жизнь. Предвечное определение Божье осуществляется в каждой земной жизни, которая высвечивает этот великий замысел, чистую любовь и полноту жизни Отца. Дела ученика сияют, как прекрасные огни, отражая образ Христа и чудесную славу Божью. «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками», – говорится в 8 стихе. «Это значит, что пребывающие во Мне – Мои единственные истинные ученики», – говорит здесь Господь. «Быть учеником» предполагает нечто большее, чем просто иметь членский билет или значок, указывающий на принадлежность к какой-то группе. Это больше, чем просто утверждение. Ученичество сводится к одной фундаментальной истине. Как ученики, мы должны спросить себя, «Я пребываю в Иисусе или нет?» Мы можем прибегнуть к такой оценке, «Если я живу в Нем, через Него и для Него, если я приношу плод, который может приносить только пребывающий в Нем, тогда и только тогда я настоящий ученик Иисуса Христа». 9 и 10 стихи говорят, «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас. Прибудьте в любви Моей, если заповеди Мои соблюдете, прибудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви». Истина, которая здесь содержится, можно выразить ее словами, «Прибывающие во Мне пребывают в Моей любви». Любовь Иисуса дается нам в рамках высочайшего уровня жизни, который Он дает нам и Его величайших благословений. Земной Отец очень любит своих детей и постоянно старается каждому из них обеспечить возможности для хорошей жизни и уверенного будущего. Когда Его дети с благодарностью используют эти возможности и идут по намеченному пути с надеждой, они пребывают в любви своего Отца. Пребывать в Иисусе значит ходить той дорогой, которую нам проложила Его любовь. Его ученики отвечают Ему любовью, когда пребывают в том, чему Он их научил, когда стараются вести добропорядочный образ жизни, который Он дал им. Соблюдая заповеди Иисуса, мы пребываем в Его любви, как и Он пребывал в любви Отца, соблюдая Его заповеди. В 11 стихе говорится «Это сказал Я вам, чтобы радость Моя в вас была, и радость ваша будет совершенна». Пребывающие во Мне, говорит Господь, познают полноту радости. Радость, которую Иисус принес Своим апостолам и приносит нам, может достичь Своей полноты или совершенства только когда мы пребываем в Нем. Иисус не только дает эту радость, но и предоставляет ту обстановку, в которой она может расти. Когда мы живем в Нем, окруженные Его благословениями, Он дает нам утешение, которое приносит Его вечное обетование и уверенность, основанную на Его безграничной силе. Зная, что Его обещания реальны для нас, и понимая, что Его сила постоянно работает в нас, мы благословляемся радостью, которая освящает наш путь, когда мы ходим с Ним. Фразу Иисуса «Прибывайте во Мне» невозможно переоценить. Он так акцентировал на ней внимание, чтобы мы знали, как она важна. В трех словах этой фразы содержится все, что нам нужно знать и делать. Она проста, но включает в себя весь предвечный замысел Отца для тех, кто хочет следовать за Сыном. Невозможно сделать ничего больше того, что предполагает пребывание в Иисусе, и нельзя делать ничего меньше, чем предполагает пребывание в Нем. Это ключевое высказывание одной из последних наставлений, какие Иисус дал нам, и мы никогда не должны забывать Его. Все слайды с уроками можно найти на приложении «Капли Сота». Там добавляются регулярно новые уроки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok